Приветствую вас! Вы знаете, если честно, я несколько раз перечитал ваш вопрос, потому что не очень мне был понятен смысл того, что вы написали. Дело в том, что молодой человек своим поведением показывал вам, что хотел быть с вами, в более теплых отношениях, в более близких отношениях. Но, вы знаете, вот вы сами по какой-то причине не позволили ему это сделать. То есть, вы сами вот отказывались раз за разом ехать, например, к его родителям в отпуск и так далее. И у меня возникает вопрос, на мой взгляд, логичный вопрос. А почему? Почему вы отказались ехать первый раз, второй раз? Почему вы не сказали четко, например, о том, какие планы на Новый год? С чем связана вот эта вот ваша робость? Не очень понятно. С чем она у вас связана эта самая робость? Вы же ее для себя как-то, наверное, объясняете? Вы же ее для себя как-то позиционируете? Чего, например, вы боитесь? Чего, например, вы опасаетесь? Чего, например, вы, например, писали, что боялась, что он забудет про меня и так далее? А почему вы вообще боялись, что он про вас забудет? Откуда вот этот фактор страха? Простите за такое, может быть, ну, такое выражение, да? Фактор страха. Откуда оно у вас? Чем продиктовано? Чем вызвано? Не очень понятно на самом-то деле. То есть получается, что вы по какой-то причине как-то не очень уверены в себе, и ваша позиция такая, что вы не будете ничего откровенно мужчине говорить, не будете ничего откровенно, как бы не будете высказывать откровенно ему свою позицию по вопросам. Но при этом вы ждете, что он, мужчина, то есть, сам будет к вам проявлять какие-то, ну, знаки внимания и сам будет решать что-то для вас. Вы знаете, вот я именно по этой причине и прочитал несколько раз ваш вопрос. То есть проблемы начались с того момента, когда он, по сути дела, изменил свою позицию по Новому году. Ну так вы же сами на эту позицию повлияли, ну, для него. Вы же сами, получается, ее обрисовали, что не знаете. Мужчина позвал вас буквально. И если вы хотели чего-то другого, то почему не сказали? Почему не поступили? На эти вопросы, к сожалению, как-то я вот не вижу ответа. И поэтому думать вам нужно только то, что вы чересчур, на мой взгляд, зациклены на мужчине, чересчур, на мой взгляд, запутались в том, чего вы от него хотите. То есть, с одной стороны, вы вроде бы хотите, чтобы он был с вами. С другой стороны, вы вроде бы хотите, чтобы мужчина был с вами близок, проводил с вами больше времени. С другой стороны, вы не даете ему никакой надежды на то, что мне за вами будет что-то стрелое. Потому что вы обкакиваете его, не знакомитесь с его родителями, не едете с ним в отпуск. Не выражаете четкие позиции по поводу того, как будете проводить Новый год. А это значит, что вам желательно определиться со своей позицией. Какая она, это ваша позиция? Какая она, это ваша позиция? Чего вы хотите от молодого человека? Чего вы хотите сами для себя? И почему не уверены в себе? Вот это вот, пожалуй, основные вопросы, на которые вам нужно ответить. И ответив на них, вы, собственно, и получите все ответы на свои вопросы. То есть, смотрите, предположим, что ваш мужчина действительно там что-то задевает, что-то плохое хочет, что-то вас обманывает, как-то что-то еще и так далее, так далее, так далее. Допустим. Допустим, все так. Ну и пусть. Почему вы так сильно из-за него переживаете? Хочет мужчина проводить свой отпуск. Выразите свою позицию, как можно более четко, чтобы увидеть его реакцию. Чтобы увидеть то, как он, собственно говоря, воспринимает вас, воспринимает вашу позицию. Вот вы дайте возможность себе проявить себя. И дайте возможность ему в ответ на это проявить себя. И вот тогда вам станет понятно, как человек позиционирует себя по отношению к вам, как человек позиционирует себя по отношению к себе. И вот тогда я думаю, проблем у вас будет гораздо меньше. А пока у меня складывается очень, знаете, очень сильное ощущение, что вы сами не знаете, чего вы хотите вообще. И вы мечетесь из одного в другое, из другого в третье. И накручиваете себя именно из-за этого, потому что вы не знаете, чего вы хотите. Но это неправильный подход в данном случае. Подход этот вам только вредит. И чтобы он вам не вредил, вы не определитесь. Чем лучше вы определитесь, тем будет для вас и для молодого человека, кстати, и для вас будет хорошо. Вот. Ну а если вы не определитесь, то боюсь, что так и будет продолжаться и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Потому что, ну, молодой человек не понимает, что ему от вас ждать. Молодой человек не понимает, чего вы от него хотите. Молодой человек не понимает, как вы его воспринимаете, и отсюда все трудности возникают. И было бы неплохо, конечно, еще бы, чтобы вы сказали, сколько вам лет. Потому что вот это могло бы помочь. А также был опыт у вас уже в прошлых отношениях. Был опыт у вас в предыдущих отношениях. Это тоже было бы весьма полезно здесь, в данном случае. Вот. На этом, я думаю, все. Можно закончить. Надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы остались. Буду рад помочь. Пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...